У меня осталось ещё два таких небольших аргумента, но я сразу хочу предупредить, если все предыдущие действительно были аргументами, показывающими уникальность христианства, уникальность тех истин, которые он возвестил миру, то вот эти два, о которых я сегодня немножечко поговорю, носят другой характер. Они не имеют прямого отношения к той аргументации, которой мы с вами занимались. Они скорее говорят о другом. Они говорят о разумности, если хотите, и оправданности религиозного мировоззрения по сравнению с прочими другими. То есть они только косвенно затрагивают христианство. Косвенно, но не прямо, как предыдущие аргументы. Поэтому они носят характер именно оправдания религиозного мировоззрения, как такового. О чём идёт речь? Речь идёт о двух моментах, ну, двух, если хотите, идеях, идеях, связанных с философией и с наукой. Как они связаны? Вы же представляете, что был период, который остаётся в сознании очень многих людей до настоящего времени, период противопоставления религии и философии, и науки. Философия, если хотите, очень долго, очень давно, и, я думаю, до сих пор рассматривает себя, ну, в лице очень многих выдающихся по человеческим меркам мыслителей, как своего рода царицей, которая открывает человеку свет истины, которая указывает ему, человеку, путь, путь жизни. Религия – иллюзия, философия – разумность. Я думаю, вы с этим сталкивались, об этом слышали, и вот в связи с этим мне хочется поговорить немножко и показать вам с одной стороны, что из себя представляет философия, и с другой стороны, сказать о том, как соотносится религия, религия с этой областью познания. Я думаю, друзья мои, это вам пригодится во всех смыслах ваших беседах, встречах, аргументациях и так далее. В чём основной вопрос философии? По крайней мере, изначальный. Изначальный. Почему я говорю изначальный, я вам потом скажу. Это, конечно, основной вопрос, то, что двигало людей, это поиск, поиск, то, что именуется одним словом – истины. Поиск истины. Правда, что такое истина? Вы, наверное, помните вопрос Пилата, на который Христос даже ему ничего и не ответил, потому что было бессмысленно отвечать, но поиск истины. Вы уже знакомились в определённой мере с древнегреческой философской мыслью, и поэтому для вас, так сказать, не является чем-то новым. К чему сводили милетцы, помните, фалес, аноксимен, аноксигор? К чему сводили, если хотите, этот вопрос, тот же Гераклит, Пифагор? Помните, они искали, что? Думая об истине, они искали сущность бытия. В этом кажется и верно. Где же она истина, как ни в сущности бытия? Что же ещё? И находили. Находили. Кто в воде, например, как в олес, помните? Кто в апейроне, кто в воздухе, кто в огне, кто в числе, кто в чём находил эту самую суть бытия, которая обуславливает всё существующее и где сокрыт корень понимания, понимания самого бытия, а, следовательно, понимания, если хотите, и в определённой степени и самого главного вопроса для человека, смысла его жизни. Вот был вопрос философии. История о чём нам говорить? Видите, этот поиск носил какой характер? Вы извините, что иногда я буду пользоваться философскими терминами, но вы с ними знакомы. Вообще, как вы, наверное, заметили, я стараюсь не произносить никаких иностранных слов, насколько это возможно, и не пользоваться вот этой терминологией. но в данном случае просто невозможно обойти. То есть, их поиск носил какой характер? И вся философия – это поиск антологии, онтологии, он, онтос – греческое слово, то есть сущие. и какого характера был этих антологических поисков, они утверждали, не доказывали, а утверждали, сущностью всего бытия является вода. Вода, испаряясь, она превращается в воздух, замерзая, она превращается, скажем, в такую же материю, как всё прочее, как скала и земля. Это был некий образ и понимание состояния души человеческой. Но они утверждали, или Пифагор, когда говорил, что мера всему – число, число, вот этим он показывал и указано на что? Что вся суть, суть бытия в чём состоит? В потрясающей гармонии бытия, гармонии, которую он назвал, назвал эту гармонию, даже мировую гармонию назвал космосом. Космос, то есть красота. Число – это красота. Эта разумность оказывается прекрасна. Это не просто бесстрастный разум, это красота. Ну, и так далее. Вам, вы, об этом уже говорили достаточно. И так, первый период философской искании, он носил характер онтологический, когда утверждалось, но доказать это было абсолютно невозможно. И не только, но когда мы видим такую разноречивость, что там – вода, воздух, огонь или что, очень скоро появился скепсис. Помните, помните этих софистов знаменитых, помните их апории, вспомните апории Зенона хотя бы. Видите, к чему пришло? Пришла мысль философская. К полному скепсису и, если хотите, отчаянию. Нет возможности отдать предпочтение той или иной точки зрения. Почему? А потому что каждый утверждает своё. У каждого кажется своя логика, но само основание это почему мы можем принять. И вот мы видим, что дальше философия отказывается от этого антологизма. И постепенно, благодаря отчасти софистам, и дальше смотрим средневековье, затем европейскую мысль, идёт по пути, по пути чего? Доказательности. Ищет доказать истину. Доказать, что это именно так, а не иначе. То есть обращается в пути, в пути глубоко рациональному. Рацио становится вершителем судеб человеческой мысли. если до этого, если хотите, догма, то теперь рацию. И понимаете, куда попало? Это очень любопытный момент, на который следует обратить внимание. Ведь вопрос-то стал о чём? Мы произносим слово бытие. А что это такое? Было всем очевидно, что бытие – это не этот изменчивый мир. Сегодня дождь, а завтра солнце. Сегодня прекрасная гора, а завтра извержение, страшная катастрофа. Да и вообще всё меняется, всё движется. Помните, Гераклит говорил, как? Всё движется, всё, всё меняется, всё движется. Невозможно даже в одну и ту же реку зайти дважды, потому что она течёт. так вот, стал о чём? А что же такое бытие, о чём мы говорим? О, какой это вопрос оказался сложным! Какой сложный вопрос! Боже мой! Чё только с ним не делали! Ну, это что? Но все поняли очень скоро, что невозможно говорить о том, что такое бытие, так? Если мы не скажем, ведь мы должны сказать, то есть доказать, доказать, следовательно, мы должны убедиться, что наше мышление, что моё мышление способно адекватно, то есть, то есть, ну, точно, правильно, постигать то, о чём я говорю, о чём я мыслю, моё мышление. И каков же критерий истинности моего мышления? Слышите? Каков критерий истинности моего мышления? Где я могу найти этот критерий? Само оно! Поздравляем! Само оно! Я хочу доказать истинность своего мышления с помощью своего мышления. Оно верно или нет? Круг! Бедная философия! Попалась в такую западню, которую даже и не предполагала. Доказать истинность своего мышления с помощью своего мышления. Замечательно! Я прав потому, потому что я прав. А что ещё вы хотите? Как говорил Лютер, знаете, вам пригодится? На том стою и не могу иначе. И всё. Так отвечал он на те аргументы, против которых не мог возразить. На том стою и не могу иначе. Всё. Как столб какой-то соляной или какой-нибудь другой, не знаю. Вот так и попалась бедная философия. Вот это да! Ещё тут только не было, вы, наверное, помните, и до отрицания объективности этого мира, и до того, что все, наш познавательный процесс глубоко только субъективен, и какой-нибудь гегелевская эта идея, которая диалектически развивается, идея развивается, построил целую систему, которая спустя, не помню, сколько лет, но лет, наверное, 30-40 спустя тот же другой немецкий философ Тренделленбург развенчал полностью и показал, что все те идеи, которые с точки зрения Гегеля являются синтезом противоречий, они все существовали, и он только их подставлял очень удачно, и больше ничего. Но не важно. Суть, понятно? если первый период окончился тем, что нельзя же утверждать, что хочу, если второй период, помните, который попытался Декарт, помните, оформить известную идею «я мыслю, следовательно, существую», что это такое «я мыслью», что такое «существую»? да, ну, каким словом, пытались это, то оказалось, второй период попал в такой порочный круг, о котором даже мыслители и не представляли. Что делать? Что делать? И вот в 20 веке бросают в конце концов все это, увидели, что все это невозможно, и ринулись в другую сферу. Ура! Мы видим философию культуры или культур-философии, если хотите сократить. В чем же суть ее? Начали уже искать даже не суть бытия, совсем не и не истину какую-то. Если хотите, ну, пожалуйста, если хотите, назовите истины. В чем стали искать? Изучая вот этот культурный пласт бытия исторический и изучая его, думали, изучая культуру, культуру, на основании этого прийти к выводу, что есть истина. Но вы представляете, что это такое? Когда культура сменяет культуру, эпоха за эпохой, ну-ка, попробуйте здесь сделать среднеарифметическое и сочетание пня, слона, да, и Меркурия. Что от интереса получится? Культура философии оказалась какой-то психологической, ну, что ли, наукой, которая изучает пласты культуры и больше ничего. Потом не касает самой суть бытия не касается уже, а занимается культурой. Интересно, но и здесь разочарование. И тогда вдруг на поверхность выходит нечто, нечто совершенно, кажется, новое. Философия существования. На варварском языке это называется экзистенциализм. По-русски философия существования. Вот и всё, правда же? Но это неинтересно по-русски говорить. Ой, постно звучит, да, экзистенциализм, о! Произвести одно слово, и все падают. Ну, не все, конечно. Так, чем тут занялись? Вместо бытия заговорили о существовании, то есть о характере существования личности, всё внимание обращено на существование человека, самого. Вся культура, философия занялась вот этим внешним миром, то экзистенциализм занялся, кажется, внутренним миром человека, а на самом деле опять ушли от поиска истины. Даже само понятие истины фактически исчезло. А к чему пришёл экзистенциализм? Правда, его две формы – есть религиозный и нерелигиозный, но по сути экзистенциализм, он же, он по сути нерелигиозен. Сартр, французский пилот, говорил, экзистенциализм есть нечто иное, как только последовательный вывод из атеизма. И если бы даже Бог был, замечательно, послушай, если бы даже Бог был, это бы не имело никакого значения. Нас это не интересует. Хорош! Хорош искатель истины! Хорош! Договорился бедный! Это что называется? Дойти до ручки! Докатиться, то есть, а не дойти! Ну, не думайте, конечно, был и религиозный экзистенциализм, но он этот, так, религиозный, но проку от этой религиозности никакой нет. Я что, к чему я вам такой экскурс дал? Кратенький экскурс, поскольку пространно вы всё это проходили, вы всё это прекрасно знаете, можете проиллюстрировать великолепными примерами, я только просто напоминаю вам. кратенько напоминаю, для чего? У меня есть тайная мысль, для чего я так говорю. Где же она, истина? На каком пути её можно искать? Просто я утверждаю, ответит, ну, милия, милия, твоя неделя. Пытаюсь доказать, все хохочут, как хочет. Почему? Даже при правильной логике у вас посылки, основания, из которых вы исходите, пустые. На каком основании Гегель утверждал, что всё это бытие, это развитие абсолютной идеи? На каком основании? Просто он так утверждает, и всё. Логика дальше кажется хорошая. не даром написал науку логики целую такую книжищу. Итак, перед чем же оказалась человеческая мысль? Вы слышите? Это очень важно. Перед чем? Оказалось перед полным провалом в попытке найти, утвердить, если хоть доказать, истину путём вот этих наших рациональных изысканий. И вот на этом, я бы сказал, пепелище философии выступает новая идея. Идея, кстати, именно я говорю идея, потому что развитие она, к сожалению, так и не приобрела. Эта идея Хомякова Алексея Степановича, Ивана Васильевича Киреевского, кстати, я всегда говорю Киреевского, потому что я помню, ещё мальчишкой в Оптине был, и чего-то я что-то сказал Киреевский, а мне там очень пожилой человек, который был замечательно образованный человек, он говорит, извините, но вы знаете, здесь у нас принято говорить Киреевский, а не Киреевский. Я помню, потом лазил в энциклопедию, смотрю, там стоит два ударения, то есть и то, и другое, но местное, местное именно произнесение, именно Киреевский. так вот, Хомяков и Киреевский, эти отцы славянофильства, эти потрясающие по уму люди, я уже ни о чём другом не говорю, уму, это действительно умницы были, эрудиция колоссальная, и они выдвинули идею, которая, конечно же, конечно же, ну, повидим только, единственной и может быть. Идея была очень простая. Во всех предшествующих философских системах отсутствовало что? Прочное основание, на чём строить. Ещё раз вам повторяю, друзья мои, не прельщайтесь иногда, правильная логика, абсолютно правильная логика, безукоризненная, ещё не даёт истины, если основание, из которого исходит наше рассуждение, неверное. Из комара или из мухи слона не сделаешь, какова бы логика ни была. Так вот, и они что утверждали? они говорят, мы должны признать, не утверждать, а признать, что есть тот, который мы можем назвать разумом, любовью, истиной. Хомяков, кстати, называл это волящий разум. Это его слова, волящий разум. Мы должны признать и изучить того, кто именуется Богом. Об этом уже говорит не только всеисторический опыт жизни, потому, потому что не найдено было ни одного народа атеистического, хотя, вы знаете, особенно в 19 веке, в 20-м, какие были отчаянные поиски найти такой народ. Ни одного племени не найдено, ни одного. Представляете? Всюду находятся религиозные представления. Мы должны потом понять, что существование этого волющего разума подтверждается и не только историей, но подтверждается и потрясающим личным опытом бесчисленного количества людей. Бытие этого волющего разума подтверждается изучением самого даже внешнего мира. Ну, если хотите, так называемое телеологическое доказательство. То есть признание волющего разума имеет огромные основания. Огромные основания. Вопреки вот всем тем, что мы имели в истории философии. И если мы это именно примем за основу наших рассуждений и наших выводов, то здесь тогда мы можем решить и вопрос, почему этот волющий разум является истиной и каков смысл человеческой жизни. Здесь мы можем найти и истину, и смысл, не говоря уже о прочих вещах. И они утверждали, что только на этой посылке мы можем строить действительно разумную, обоснованную, если хотите, систему, систему мысли, если хотите, философскую систему. Таков был их вывод. что есть философия? Это, в конце концов, это построение мировоззрения. Любая система. Что мы видим в истории? Один философ противоречит другому философу. Что не философ, то своё утверждение. Причём утверждение, как мы видим, имеющее под собой основание. Каждый из них пытается дать мировоззрение человеку. И как мы видим, эти мировоззрения уходили, они проваливались и онтологически, и даже рационально. Чем отличается христианство? Христианство, на которое обратили внимание славянофилы, и которые сказали только с признанием Бога как бытия и как той истины, которая имеет под собой огромные основания для своего принятия, только с признанием этого мы можем действительно строить разумную систему мысли, в которой найдёт оправдание и наш поиск истины, и наш поиск смысла жизни. Христианство даёт человеку мировоззрение, какое, которое отвечает на все самые основные насущные вопросы человеческой жизни. Именно отвечает, причём ещё раз говорю, отвечает только в том случае, если мы действительно примем за начало всего именно бытие Бога как истины. они утверждали, если мы этого не примем, если у нас не будет вот того последнего основания, так, если мы не примем, всё, вся история философии показывает нам, всё разваливается и больше ничего. Никчёмные споры между собою, нужно твёрдое основание. Так вот, христианское мировоззрение в данном случае, если рассматривать его с точки зрения вот этих поисков истины и оправдания, оправдания своих утверждений, то оно имеет, оно даёт, во-первых, утверждение бытия как Бога, не относительного какого-то бытия, не какого-то первого элемента, из которого всё созидается, а указывать на то, что это бытие есть, во-первых, личность. Христианство даже открывает нам больше, даже глубину внутренней жизни Божества открывает. Три ипостасность этого Бога. То есть открывает нам, во-первых, бытие этого Бога, это бытие может проверить любой человек. Это бытие есть факт, от которого мы никуда не можем уйти, если хотите, при разумном только подходе к рассмотрению этого вопроса. То есть христианство предстаёт как некое цельное мировоззрение. А о том, что оно даёт жизни, ну, возьмите хотя бы Паскаля, его мысли, знаменитые мысли. Это те наброски, которые остались от него неоформленными в систему. Вы знаете, ведь он Паскаля, это тот, которого все школьники знают. Он же, он же поставил себе целью написать такую работу, чтобы все скептики и атеисты замолчали навеки вечные. В этих мыслях, в частности, есть у него один из таких, я бы сказал, очень интересных, но умозаключений. Он говорит, если мы признаем, что есть Бог, христианский Бог, то человек, признающий это, ничего не теряет. Это знаменитые пари Паскаля, ничего он не теряет. Этот Бог ничего в него не отнимает, ни радости, действительно радости жизни, не наркоманической культуры и наркоманических всяких увеселений, а ему здоровый, цельный, не отнимает никакой радости в этой жизни. Более того, даёт человеку спокойствие совести, спокойствие разума, даёт ему прочность жизненных установок и, если Бог есть, открывает ему врата врата достойной вечности. Хорошо, если нет его. Что теряет человек от того, что если он будет жить так, как говорит христианство, по закону совести, который христианство требует прежде всего, он ничего не теряет, но не веря Богу, не следуя ему, так он теряет всё, там, если Бог есть. Это знаменитые пари Паскаля, то есть верующие выигрывают, слышите такие слова, выигрывают всё и здесь, и там, неверующие, неверующие, если он не будет жить по совести, так, ой, как много он уже здесь теряет, большую часть, и всё проигрывает там. Правда, интересно? Ну, Паскаль это рассуждал применительно к психологии окружающих его людей. В этом смысле, значит, христианское именно мировоззрение как таковое, именно само мировоззрение, оно оправдано не только с точки зрения, с точки зрения, ну, философской, если хотите, но и с точки зрения даже практически жизненной, отвечая человеку. Ну, действительно, вот иногда говорят, вы верите там всякие сказки, что, что бы ни произошло, это Бог всё, Бог вам посылает, да, какие-то скорби вы говорите, ну, что же, достойно, причём чушь это всё, чушь, да? Хорошо, вот я верю, что у меня произошло то-то и то-то неприятное, что это есть акт любви Божьи ко мне, ибо он есть врач, а врачи делают операции и лечат мои зубки, не очень приятно, совсем неприятно, но я знаю, что это благо. Хорошо, нет Бога, и тогда что же с вами произошло и происходит? Случайности, да? Злые люди, да? бедные, всё время дрожи, как бы кто тебя не подставил, как бы камень с крыши не упал и не разбил тебе голову. Одни случайности, какой ужас! Даже с чисто психологической точки зрения, представьте себе, с чисто психологической, больше ничего. Как много даёт христианство человеку, когда я искренне и твёрдо верю. Волос головы моей не падёт без воли кого? Того, кто есть любовь. Слышите, какое благо приобретает человек в этой жизни, слышите, я говорю, в этой жизни даже, а не просто, какое великое благо! И тот, который не верит в это, а он, кем оказывается, игрушкой, игрушкой случайности, игрушкой, если хотите, злых людей, завистников, ненавистников, вечно дрожи, как бы тебя, кто, чего тебе, как бы не заболел! Слышите, какое огромное преимущество даёт христианство уже здесь, в этой жизни! Какое благо имеет человек твёрдо верующий! А в агафон и говорил, даже если небо упадёт на мою голову, не содрогнётся душа моя! Ну, так, конечно, это говорил а в агафон святой, он достиг, но каждый верующий человек должен это помнить всегда, и особенно, когда? Когда происходит то, что мы называем скорбями. Вот такое преимущество христианского мировоззрения. Ну, хорошо, это вот немножко мне хотелось поговорить, друзья мои, об этой стороне религии, об этой. Христианство, я вам, конечно, не говорил, что христианство отвечает на самые основные вопросы разных направлений, и антологии, и гносиологии, эти такие две самые главные линии, две главные стороны философии, отвечает, даёт конкретный вопрос, причём не просто отвечает, а разумно отвечает, и отвечает не просто, опять-таки, а с психологической точки зрения отвечает так, что это вселяет оптимизм человека, даёт жизненные силы. Представьте себе, если мы верим, то есть Бог, который есть любовь, и волос головы нашей не падёт без воли этой любви. Вы подумайте, мы совсем забываем об этом, друзья мои. Поэтому, когда Осипов ставят двойку, вы должны радоваться и целовать его туфлю от восторга, а не скорбеть. Почему? Потому что он оказался орудием промысла Божьего. И это не только полезно, значит, вам, но и пользительно. Не забывайте. А причём, как пользительно, я слышал в автобусе, пользительно, как козлиное молоко. Вот как даже пользительно. Ну, вот так. Так вот, друзья, ещё одно, о чём мне бы хотел немножечко сегодня ещё поговорить, это о науке, конечно. Ну, представляете, какой это кумир, которому создали, ну, если хотите, ореол, ореол такого величия, да, которые, которые, с которым не может ничего соревноваться. И особенно этот аргумент, я бы сказал, несчастный аргумент, что наука против религии или религии против науки. Такой вздор, я вам скажу. Ну, чтобы понять, что это вздор, это действительно чуть-чуть, ну, посмотреть на это. я хочу вам сказать, что религия с точки зрения науки, с точки зрения, точнее, научных методов, является настоящей наукой. Вот на это я хотел обратить внимание. Именно наука является в прямом смысле слова с точки зрения методов научного мышления. О чём нужно здесь сказать? Какая теория в науке может рассматриваться как теории истинной или заслуживающей, по крайней мере, доверия и внимания? То есть, какая теория может быть названа, проще говоря, научной? В науке есть критерии. Объективные совершенно критерии, от которых никто никуда не уйдёт. Два из них самые существенные. Первый критерий, по которому мы можем говорить о том, что данное убеждение или утверждение заслуживает внимания, это фактическое подтверждение данного утверждения. первое факты. Нужны факты, подтверждающие это. Например, вы с каждой ходили вот там в рощу и утверждают, что там волк бегает. Ну, скажут, да, ну, может быть, не знаю, но вообще-то чепуха, конечно, но мог забежать. Ну, одним словом, начинаем гадать. Скажут, волки водятся там, а не только бегают. Скажут, ну, надо это проверить, конечно. И вот ходят и 10, и 20, и 100, и 1000 человек, никто не находит. Правда, сомнение остается, что, может быть, забежал какой-нибудь волк, ну, чего не бывает в жизни. Ну, что не водится уже, конечно, тут трудно. Наконец, проводят глобальные исследования, ставят эти трубы телевизионные. Теперь-то это легко проверить, правда? Все наблюдения никакой, никого нет и в помине. Или один профессор, например, говорит, вам знакомый, кстати, утверждает, например, что в созвездии раков водятся раки. Слышали вы такое? Нет? Не слышали еще? А-а-а! А я слышал, это Осипа, он говорил. Да. Потому и называют созвездия раков. Вот. А вы могли этого не знать еще, только потому, что там раки водятся? Не верите? Проверьте. Не можете проверить? Следовательно, следовательно, раки водятся. Правда, какой-то скептик говорит, а вы можете чем-то подтвердить, что они там водятся? В науке первое и основное должно быть фактическое подтверждение своего своего утверждения. Факты. Вы знаете, что говорят, что нейтрино, нейтрино прежде своего фактического подтверждения было теоретически открыто лет за тридцать. То есть теоретические предположения все говорили о том, что должна существовать подобная частица. Тридцать лет, говорят, гадали, есть она или нет. И, наконец, открыли. Ура! Теперь мы знаем, что нейтрино есть. Итак, это первые факты, факты и факты. Любая теория становится научной, когда есть фактическое подтверждение. Но мало этого, вы заметили в моих рассуждениях, что я сказал? Как узнать, волк там водится, волки водятся или нет? В созвездии раков есть раки или нет? Второй принцип очень важный, принцип, который именуется, называется, обзывается термином верификации или верифицируемость, то есть проверка, возможность проверки этого утверждения. Возможность проверки. Вот проверить наличие раков, созвездий раков, пока не представляется возможным. И следовательно утверждение этого профессора повисло в воздухе. Потому что никто опровергнуть тоже не может. Кстати, вот так, так что имейте в виду. Может быть, я и прав. Но проверить, правда, нет возможности. Второе очень важно. Не просто, когда называется факт какой-то, а очень важно, находит ли он себе подтверждение, возможно ли проверить достоверность подобного рода фактов. Если это возможно, можно опять повторить этот эксперимент, повторить его и раз, и два, и три. Тогда говорят, всё понятно. Да. это уже научно обоснованный факт. И теперь эта теория, утверждающая вот этот хотя бы момент, она может рассматриваться как научная. Правда же, простые вещи, элементарные, но на них строится всё. Всё. Хотя должен вам напомнить, вы это проходили, конечно, что наука стоит на постулатах, именно постулатах, которые не могут быть доказаны. То есть, она в конечном счёте вся строится на том, что иначе назвать, является верой. Верой. Вы помните, какие, может быть? Или забыли уже за пять лет. Да, да. Это вера в то, что этот объективный мир существует. Совершенно верно. Что он существует. Что это не наша фикция. Беркли, например, вы помните английский философ Беркли, он свежал, нет-нет, то, что нам кажется объективным миром, это просто наше представление. Совсем нет. Мир совсем не то. Это наше. Вот. И, конечно, второе, конечно, второе, что этот мир познаваем. что наше мышление в состоянии постигать, как его объективно, то есть, лучше сказать, адекватно, правильно, правильно. И здесь, кстати, парадокс такой, от которого, вот я и не знаю, как вышли умные люди. Вот этот объективный мир, действительно, он существует? ну, кажется, да. Физика говорит, вы что, с ума сошли? Конечно, нет. Как? А так? Вам нравятся словины-язычки? Потому что они вкусные, да? Да это же химические просто реакции, процессы, которые на вашем языке происходят. И сладкое, и кислое, и горькое. Это же не объективные вещи. Это реакции на языке в вас, которые вот на ваши рецепторы на языке действуют, и вы ощущаете. Вы видите, это разноцветие, так? Ой, какой смех один. Знаешь, ничто иное, как разная длина волн, действующие на ваш зрительный нерв. Или музыка сидит, млеет, а физик хохочет. Господи, да это же волны, и больше, чего короткие или длинные и всякой всячины. А он думает, что это музыка. Так что, обождите, существуют цвета? Существуют? Физик говорит, нет, конечно. Звуки? Да вы что, с ума сошли? Кислые, горькие? Да ничего подобного. Горячие и холодные? Ну, конечно, нет. Объективно существует совсем другое. Что общего между теми колебаниями воздуха, которые действуют на мою перепонку? Да. И какими-нибудь свитами Баха? Скажите. Скажите, смешно говорить. Так что, на самом деле, существует? Вот, нет, это искушение, не будем об этом говорить. Это, наверное, искушение. Да. Наука, если учёные не будут признавать объективное существование вот этого мира, объективное существование законов, не будет вера в познаваемость этого мира, то есть в рациональность его, то всё, наука тут же прекращает своё существование. Но в это может только верить. Знать, увы, не можем. Это называется постулатом, то есть то, что мы принимаем без доказательств. Видите? Оказывается, наука принимает некоторые вещи без доказательств. И вся строится на них. Интересно, а почему к религии такие претензии предъявляются, если она тоже постулирует бытие Бога? Интересно. А кто его видел, да? Один спросил, так, тут у нас, знаете, в советское время тут делегации подошли, спрашивают, да, а вы видели Бога? Ну, ему ответили, а вы свой разум видели? Следовательно, все как, грохнули все. вся та делегация, из которой он выскочил. Хотел доказать, что нет Бога, потому что не видел. И вдруг я спрашиваю, а ты свой ум видел? Нет, значит, да. Лучше в ответ ты, пожалуй, не придумаешь, правда же, да. Так вот, оказывается, наука сама стоит на убеждении, на постулировании существования, объективного существования этого мира, хотя физика говорит наоборот. Наука верит в познаваемость этого мира, и кажется, всё хорошо. Открываем законы, в соответствии с этими законами развивается у нас техническая даже мысль. Но вы знаете, любопытно, что если бы действительно все эти познания носили характер не просто объективный, но они бы соответствовали какой-то вот изначальной истине, то наше научно-техническое развитие не могло бы прийти к тому кризису, которому оно привело нашу бедную планету сегодня. Где-то допущена роковая ошибка. Не по тому пути пошло развитие цивилизации. Если бы действительно это были правильные всюду решения, верные постижения объективного мира, то все и было бы хорошо так же, как идет и в природе. Но здесь куда-то не туда пошло развитие. Мы где-то допустили роковую ошибку. Мы же приходим к страшному кризису. Жуткий кризис ожидает же, экологический кризис, я уж не говорю о другим. Он вот-вот просто обрушится, так говорят ученые. Правда, политики их не слушают совершенно. Совершенно не слушают. Ученые кричат в караул, политики над ними смеются. Но для нас-то что важно? Важно. Если такого результат научно-технического развития, значит, где-то мы неверно постигаем эту действительность. Потому что если бы мы верно постигали, я повторяю вам, этого бы не было, значит, и здесь опять проблема. Я почему говорю во всех этих вещах? Очень важно сопоставить религию как мировоззрение, как мы с вами сказали уже, с наукой. И не только уже как мировоззрение. Хочу сказать о религии как науке, как таковой. Религия оказывается тоже, если хотите, постулирует бытие Бога. Так же, как наука постулирует существование объективного мира. Она также говорит, что есть способ постижения вот Его, Бога. Христианство, по крайней мере, прямо утверждает, сияет жизнь вечную, да знают тебе единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Так же. Дальше. христианство имеет бесчисленное количество фактов, которые подтверждают и бытие Бога. И уж не говорю, мы с вами, помните, говорили пророческий аргумент или аргумент чудес. Так. Подтверждает истинность даже христианства как такового, как именно этой религии. бесчисленное количество фактов. Это то, что требуется для каждой научной теории. Вопрос стоит о проверке. Можно ли проверить? То есть, что значит проверить? Можно ли повторить? Можно ли провести эксперимент этот? Это, друзья мои, вопрос, который будет вам поставлен. отвечаю, непрерывно в течение всей истории христианства идёт постоянное проведение этих экспериментов, то есть проверка. Проверка истинности утверждений христианской религии. Во все века мы находили не просто благочестивых и искренних людей, не просто искренне верующих. Нет, нет, это вопрос другой. Нет, мы находили тех людей, тех людей, которых именуем великими святыми, и которые прямо утверждали, подтверждали и утверждали о том, кто есть Бог, не только, что Он есть, а кто Он есть, что Он действительно есть любовь, что Он есть высочайшее и величайшее благо, что Он есть дух, соединение человеческого духа с которым приносит человеку это высочайшее благо. Ну, помните у Серафима Саровского, пожалуйста, 19-й век, в 33-м году скончался, а что Он писал? Если бы только человек пережил то благо, которым является Бог, он бы согласился жить в келье, наполненной червями и всякими там кадами, которые бы грызли его тысячи лет, и он бы согласился, лишь бы не потерять это благо. Кажется, звучит очень очень сильно. А вот, когда вы обедаете, тоже читают житие святых. Помните, например, великомученик Евстратий что говорил? Мучение это суть радость рабам твоим, рабам твоим. Слышите, какие мучения? Это же ужасно! Другой мученик, Виктор говорил, это кипящее масло, масло для нас вожделенно, вожделенно, оно приносит нам величайшую радость, а не страдание. Вера, надежда, любовь, посмотрите, эти ещё девочки даже, посмотрите, что они говорят. Возвратите внимание, и романах Никон Беляев Оптинский, помните, как, что с ним сделали, и как-то он из тюрьмы писал «Радости моей нет предела». Вы слышите? Вы слышите? Это один за другим. В разные эпохи люди совершенно разные и культуры, и, я не знаю, всего на свете. Вдруг все приходят к одному и тому же. Вы слышите, какие эксперименты проводят-то? Никон Беляев XX век, Серафим Саровский XIX век, Георгий Затворник XVIII век или Паисий Веричковский. И дальше вы посмотрите там, посмотрите, один за другим. Это не просто мы с вами будем повторять, как попугай. Они-то говорили о своём состоянии. А они... Ещё раз обращаю ваше внимание. Непрерывно проводился то, что на научном языке называется эксперимент. Непрерывно экспериментировали. Правда, таких людей всегда было немного. Ну, трудный эксперимент, это трудно. Трудно найти людей, которые бы оказались способными к этому. Но эти великие подвижники все как один фактически подтверждали то, о чём писал апостол Павел, повторяя ещё слова пророка, око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовал Бог любящим его. Оказывается, христианство-то такая наука отвечает всем требованиям, вы слышите, всем требованиям науки. Не случайно святые отцы мы находим у святых отцов слова, которые вызывают подчас изумление, они называли аскетика, то есть наука подвижничества, наука духовной жизни, как они назвали её? Наука из наук. наука из наук. Почему? Потому что эта наука даёт человеку самое главное, даёт ему жизнь. Слышите? Многие науки что они даёт? Они, так сказать, вне нас существуют. И эта наука касается всего моего существа, открывает мне саму истину, о которой мы говорили, подтверждает непрерывным опытом множество, бесконечного множества людей. Таким образом, оказывается, религия, я вам сказал, что это аргумент, относящийся более, более вообще к религиозному, к религиям, но оно относится и прямо к христианству, потому что, я вам скажу, никакая другая религия, никакая другая религия не находит большего, большего себе утверждения, как действительной наука из наук, как христианство. Оно именно открывает человеку всё то, к чему он стремится. А, вот мученик Виктор, мне так же приятно это кипящее масло, как жаждущему холодная вода. Вот так. представьте себе это, такую картину. Вот тут не забудьте вспомнить Игнатия Лайола, который говорил представь себе, вообрази себе. Вот тут, по-моему, неплохо вообразить себе вот эту картину кипящего масла, которым ему поливают на тело. И он говорит такие вещи. И тогда мы поймём, откуда рождалось такое огромное количество христиан при наличии такой жестокой расправы над христианами. И эти же палачи бросали всё и тут же заявляли «Я христианин!» Слышите? Палачи поражённые этим. Вот это, помните, мы с вами говорили об этом, когда рассматривали исторические аргументы. Так вот, оказывается, что христианство есть действительно наука из наук, открывающая нам истину того постулата, который является изначальным в религии, то есть бытие Бога, открывающая, что Бог этот есть любовь, а не что-либо другое. Открывает, указывает путь, путь познания этого Бога. Кстати, скажу, мои друзья, но это же моё маленькое сетование, сетование. Мы изучаем что угодно, но даже не знаем законов духовной жизни. Кончаем духовную школу. Самое большее мы твердим как попугаи о нравственных истинах. Ну, простите, не убивать и не грабить – это даже не религиозная истина. Не пьянствовать и не наркоманить, да об этом беспокоятся атеисты и кто угодно. где законы духовной жизни, скажите? Где святые отцы, которые говорят об этом? Где путь духовной жизни? Как нужно жить? Какова должна быть молитва? Что значит доброе дело? Что такое любовь христианское? Что это такое? У себя представить не можно, что на этом же весь католицизм впал в дикую прелесть страшную, объявив романтическую любовь к Христу любовь божественной. И сейчас эта зараза проходит и в нашу сферу. Я вам говорил уже, он архимандрит нектарий греческий, написал книгу «Иисус Христос как любовь и возлюбленный». Открываешь эту книгу, Боже мой, и нигде ни слова, ни слова о том, о чём пишут святые отцы. Исаак Сирин с возмущением пишет «Как ты смеешь говорить о какой любви, не очистив прежде душу свою от страстей? А как очистить душу от страстей?» Мы это опять-таки слышим только «Кайся, исповедуйся, причащайся». Как, я не знаю, и не понимаем, что это действительно путь. Нужно знать как, а не просто так, и мы этого ничего не знаем. Вы слышите? И не думайте, что это сейчас только. Нет-нет-нет, вы не подумайте. С самого начала существования наших духовных школ мы пошли по пути западного рационализма, усваиваем себе вот эти истины, как рождественского гусю заталкивают в глотку, чтобы он жарел к рождеству. А где оно? Где оно, знание духовной жизни? Я говорю, теоретическое знание. Вы знаете, пусть я какой угодно грешный человек, но меня спросят, если я знаю, то я скажу другому, хотя, вот так, как один святой, знаете, говорил, я хотя сам по шею в болото, но я другим кричу, не ходите сюда. Кстати, это ответ, знаете, на какой вопрос? Поделитесь своим духовным опытом. Я всегда с восторгом делюсь. Избави Бог, чтобы мы своим духовным опытом делились. Это только, я знаю, это надо с ума сойти. Не своим мы должны делиться духовным опытом, а опытом отцов святых. Вот каким опытом мы должны делиться. Для этого мы его должны знать, хотя бы сами недостойны его были, и хоть палец о палец не ударить, но знать мы должны, чтобы сказать, по крайней мере, тем, кто действительно хочет христианской жизни, знали бы, пойдёшь сюда, ты придёшь к Богу, а вот здесь соскользнёшься, ты впадёшь в дикую сатанинскую прелесть и в объятия дьявола, и будешь весь таять от любви. Ух, какие серьёзные вещи, друзья мои! Я хочу предупредить, то Порфирий этот каос околевит, не боритесь со страстями, любите Бога. Теперь свали Нектарий и этот Иисус Христос, как любой возлюбленный, читаешь их, диву даёшься, Боже мой! Где святые отцы? Никаких! Ещё бы! Святые отцы к этому так осторожно относились, Боже мой! Видишь молодого, летящего на небо, стащи его за ноги на землю, не мечтай, не витай своими фантазиями в облаках любви, а здесь что творится? И эти книжечки печатаются, издаются, ими кормят нас, дают добро на них, дают то добро. Даже не понимаем таких вещей. Вы понимаете, до чего мы дошли? Мы даже не знаем разницы между любовью, которые являются следствием борьбы со страстями, следствием смирения, приобретённого в этой борьбе, смирения, следствием познания своей греховности. И как пишет апостол Павел, любовь, излияся в сердца наша Духом Святым, а не чем-нибудь другим. И это, и это всё идёт. Вот я вас предупреждаю об этом. Может быть, вы обратите внимание, хотя бы будете знать. Смотрю, уже в журнале Фома появилась статья, такая панигерическая, насчёт этого архимандрита Нектария. Смотришь, Боже мой! Видно, люди никогда не читали ни Исаака Сирина, ни Марка Подвижника, ни Антония Великого пишут, не видят. Бедный монах, он же в прелести весь. Ну, ещё бы, с юности этот монах занимается молодёжным движением. Вам понятно, нет? Монах молодой, молодёжным движением. Непонятно? Девочки симпатичные. И, слушайте, ну, как же тут! Я прям с удовольствием займусь молодёжным движением. Монах и молодёжные движения. Молодой монах! Дай Бог 70-летнему-то здраво этим уж заниматься, а тут молодые. Вы слышите? Мы даже не понимаем таких вещей, таких вещей не понимаем. Разве это можно? Это же абсурд! солома и огонь соедините! Ох, какой хороший будет костёрчик! Ну, ладно, это лирическое отступление. Без этих, как вы видите, я ну, никак не могу без этих отступлений. Ну, хорошо, как мысль Гейзенберг насчёт возможности науки. Я уж не цитировал, думал, времени не хватит. Ну, а теперь, пожалуйста, он очень интересные вещи пишет. По мере развития квантовой теории стало очевидным, что определённые характеристики, характеристики элементарного микромира, характеристики спарены таким образом, то есть сдвоены, спарены таким образом, что определить одну характеристику значит сделать невозможным определение другой. Это выражается в принципе неопределённости – это Гейзенберг принцип – неопределённости этом фундаментальном положении квантовой теории. Вы слышите? Я хочу сказать о том, вам цитирую, что вот наука всё открывает. Да видите, Гейзенберг прямо пишет – нет, нет! Продолжаю. Оказывается, что в самом центре Вселенной мы сталкиваемся с неопределённостью, которую никакое наблюдение не может преодолеть. Последствую, что я в науку науку говорю, не может преодолеть. Это заключение противоречит предположению эпохи модернизма, что мир открыт в принципе к полному описанию. Нет! в самом ядре реальности заключена непостижимая тайна. Это я вам цитирую вопросы философии. Непостижимая тайна, неопределённость. Теперь только наука, когда попыталась проникнуть в самую суть, в суть микромира, увидела, натолкнулись на стену. Наука, которая, кажется, всё познаёт. Нет! А нам говорят, вы всё тайны, у вас тайны, одни тайны. Ну, ладно, а у вас тоже тайны. Так что давайте будем друзьями и не будем впрекать друг друга.